Показываю. Приехали мы в Алоэ, центр отдыха, рядом стоило. Находится тут карта. Я пытаюсь найти красную точку находишься здесь, а где она тут? Красивые виды. Ну тут и то и все. В 1426 году деревня перешла под Керкновский монастырь. Это то Керкно или не то? Ну вот тут домики сдаются. Я не знаю, насколько тут хорошо зимой отдыхать, но летом тут прекрасно. Пойду посмотрю. Тут тоже засада, там знак. Чужим нельзя ходить. Ездить. А я чужой или нет? О, водопады были. Короче, тут ничего не чищено. Гололёд не навернуться бы мне. А то водные процедуры раньше времени приму. Ну вот, на ручье Алоэ, или тут еще написано Тихоиге, Ситая река. Находится каскад из трех водопадов. Вот первый каскад, вот второй, и там дальше третий. Как я говорил, замерзший даже, но сейчас температура близкая к нулю, минус один, поэтому замерзших сосулек нету. Ну, жирно, но красиво, мне водопады нравятся. Маленькие, да удаленькие. Сейчас попробую на второй каскад зайти. Там дороги нет, ну ладно, прорвусь как-нибудь. Сегодня втроено? СПА. Отели. Отдыхаем. Тоже там водную процедуру будем принимать. Баньку еще распоем. Что-то зацвестил я по баням. Вот такое место. Интересно, вот там посередине русла огромный валун лежит. Это водой принесло что-нибудь. Однако, на той смотровой площадке теперь подошел сюда. Не чистить нафиг, по кому чистить. Зато ездить сюда нельзя. Особедить за порядком никто не хочет. Ну, а третий каскад вот там. Третья часть каскада, наверное. Каскад это несколько. И хи-хи-хи-хи-хи-хи. Попадаю туда или нет. Он невысокий, он самый маленький. 0,8 метров. 8 сантиметров. Пойдем посмотрим, как тропа, так сказать, как далеко-то пошел. Мостик там старенький. О! Забыл показать. Вот он, третий каскад. Кстати, он не самый маленький. Средний самый маленький. Там ближе не подойти. Вот еще деревья. Вон он там. К мосту подойдет. Все, можно будет идти. Разработка. По колено в снегу. Ну да, мост старый. Но это сама конструкция не очень старая. Опора старая. Видно, тут более древний мостик был. Такой вот вид открывается. Вот он, последний, третий этот каскад водопада. Ну, река впадает, наверное, напрямую в море. Потому что там вот за этим холмом, вот за этой возможностью, Балтийское море уже. Обязательно приедем сейчас. Пока светло. На берег моря стоит. Посмотрим. Так, ну все. Приехали. В Тойло-Оспа-Отель. Когда-то, старые, в советские времена, это было ведомственное санаторий от предприятия Эстон-Сланец. Шахтера тут в управлении здоровья. А сейчас она открыта для всех желающих. Пойдем посмотрим. Там Пальма. Посмотрим, что там есть. Заселили нас на девятом этаже. Я что-то не обратил внимания. Это самый верх. Или нет? Сделаю. Он номер 9-1-1. Сделаю. Начнем по порядку. Ку-ку. Так, раковина. Вода есть. Горшок. Не буду открывать. Вдруг там неожиданности какие. Так. Душевая кабинка. Ну. Смешоку для полотенца горячее. Нормально. Шкаф. Полки. Лёжки. Зеркало. Хорума. Тесноватое. Ну ничего. Переночевать. Тут халаты. Вот такой вид. Из окна открывается. Вот сюда машину. Видно. Можно караулить. И вон там. Вон. Залез. В деревьями. Море. Балтийское. Вот как-то так. Не, ну видно-то тут, конечно. В Эстонии, ну, я не знаю, на любителей. Кто-то любит там снежные зимы. Мне нравится лето. С конца мая. И, наверное, до конца июля. Два месяца. Середина мая, когда вот всё зацветает, начинает. Со второй половины мая до конца июля. Это моя любимая пора. Соответственно, где бы я ни находился. В частности, в Эстонии. Ну, конечно, мне летом больше нравится. Зимой. Ну, в окно смотри, да, красиво. В натопленной избе. Так, забронировали мы там. Ну, как это? У нас спа-центр Орхидеи. Ещё по 25 евро на человека. Вот там приват. 18+. Вот он в плане, что детей уголтел, когда они пускают. Которые мешают расслабиться. Вот оно море. Не знаю, на берег бы выйти. Ну, а может, сейчас и выйдем. Санаторий этот был построен. Раньше назывался санаторий. Как я сказал, принадлежал он предприятию ведомости на санаторий. Предприятию Эстон-Сланец. Построен был для отдыха и восстановления сил и здоровья шахтеров. В 1989 году. Подошли мы к спуску к морю. Тут он, серпантин такой идёт. Не пойдём мы в самый низ. Было при этом, подошёл к самому берегу. Просто там вниз дороги спускаешься, а там снег. К берегу всё равно не подойдёшь. Ну, посмотрели на суровое Балтийское море. Вот. Самое холодное море в Европе. Самое холодное море в Эстонии. Там, с той стороны, видно там на горизонте, сейчас видимость хорошая, финские берега. Ну, и здесь территория, огороженная бетонным забором. Явно в советское время построена, наверное, воинская часть пограничная была, но боюсь ошибаться. Наконец-то зашли мы в этот спа Рохидея, в облицентр. Баня здесь, бассейн сгоряли. Вот этот вот, конкретно, с горячей водой, плюс 40, еле зашёл. Не самое лучшее место для того, чтобы начинать освежиться сюда после холодного. С улицы прийти сюда, ну, на улице. Зима сейчас, мороз застроит. Вот. Ну, ничего, нормально. Я-то, в принципе, съёмки начал, уже накупался тут в лобале. В бане сходил, в этих самых, в бассейнах поплавал. Взял камеру просто поснимать, показать вообще, что тут есть. Вот подводный мир тут достаточно насыщенный. Плавают мужчины, женщины. Детей сюда не пускают, особо, ну, я не знаю. Может, кое-кто и прорывается. 25 евро человека входит трёхчасовое посещение. Если что, напомню ещё раз, вот мы вдвоём пошли, 50 евро. Единственный плюс, здесь нет детей. По системе 18 плюс работает. Такие зоны отдыха есть. После баньки можно сходить тут на этих креслах посидеть, помледить, посмотреть там тропические растения растут, потом за окном там украшенные новогодними этими всякими украшениями, рождественскими деревья. Ну, красиво. Действительно, расслабляет релакции. Я считаю, что надо, иногда надо себе позволить, не знаю, может, у кого-то вообще средств нет, я не знаю, но кто-то проедает, там пропивает, больше, ну, пару дней там пивасик не попить, сюда съедить. Это я так шучу. Кому-то и здоровье дороже. Вот, пойдем в баню посмотрим. Луши, потом ароматическая баня, там с медом натираешься. Сейчас я буду показывать помаленьку, посмотрим, погуляем. Такой лабиринт коридоров, я сам тут с первого раза не запомнил, что да как. Кстати, тут в обычный спа можно допуском ездить. Сейчас пойдем в бассейн, там разные джакузи по бокам. Ну, как джакузи, не джакузи, а эти всякие массажные приспособления для водяного массажа. Вот. Ну, пойдем еще в баню посмотрим. Я там просто покупался только, что погреться бы, сходить куда-нибудь. Ну, вам покажу. Если кто был, вспомнит посещение. Если кто не был, будет понятно, стоит сюда ехать или не стоит, вообще стоит это брать, потому что если вы останавливаетесь в отеле Тойло, спа, ну, при этом санаторий или как центре здоровья, то там бесплатное посещение обычного водно-банного центра. А здесь вот в наши 25-е раз человека входят и кофе безлимитные, напитки разные, там фрукты можем брать, подходить. Ну, там кроме кофе, в этом аппарате какао можно брать. Вот, мы несколько подходов делали, вот холодная вода ледяная и с лимоном ледяная вода, то есть разные варианты тут абсолютно есть. Вот, то есть слегка перекусить, там яблочки, бананчики, там, я не помню, еще что-то было. вот мы взяли, а нет, мы уже по кофейку выпили, быстренько это тут. Время на видео быстрее идет, чем на самом деле. Ну, решили чуть-чуть посидеть, расслабиться, разомлели, посмотреть на улицу, на улице за окном минус 15 градусов. Сейчас я пошел мимо бассейна, тут оживленный бассейн, многого рода, плавает, и пойду в обычный, куда вход для посетителей бесплатно, для тех, кто клиент, кто остановился в отеле Тойла. Сейчас покажу, что тут такое есть. Ну, тут, конечно, и дети могут посещать, и взрослые, и семьи, но людей не очень много, и детей, и людей. Уже все-таки праздники, я не знаю, многие, наверное, дома отмечают, там, не до этого. Медсадское дело в праздники по бассейну колит. Вот. Ну, тут разные, несколько бань, несколько, вот тут всяких, джакузи люди сидят, вон они там, легко не видно. Вот, банька там, одна есть, это все в бесплатном, в центре. Ну, я тут не пойду. У нас там получше, это я чисто так, для информации. это я уже вернулся назад к нам, почти вернулся, это как раз вот на границе, сейчас там опять вот проход, и там этот барьер, через который я пропускаю, а это уже у нас. Вот опять этот бассейн, с водным массажем, прекрасная прозрачная вода, что удивительно, немутная, свежая, чистая, не морская, попробовал на вкус, ну, совсем нисколько не соленая. О, сейчас вот, решил попробовать. О, пресная, слегка хворированная, но это так, для полдельной дела. Ну, сейчас пойдем в баньку. Ох, тут хорошо жарко. Вот, здесь вот как раз берешь баночку с медом, вот, натираешь ее, но я не буду натираться, сейчас я уже два раза, кстати, ходил натирался, просто одну рукой камеры держу ее, неудобно. Вот, натираешься медом, идешь там в горячей бане сидишь, у тебя пот течет, вместе с медом сам липкий весь, там туда-сюда, потом идем под душ, вот. Следующая баня, они все с разной температуры, там разные, ну, особенности, там ароматические, там с разными ароматами, вот. паровая баня, там хамам, ну, там нет смысла идти снимать, потому что там столько пара, что камера сразу запотевает, ничего не видно будет, а здесь все-таки нормально. Вот, прозрачный воздух, жарко, только помылить, посидеть. Вот, следующая баня, ну, это такая пожарче, для любителей горячего, ну, обычная такая, русская, или финская, или как ее там назвать, вот, финская, потому что в русской бане можно эту, воду кидать на камни, а тут не очень разрешает, сами видели надпись. Ну, пойдем дальше, посмотрим, что у нас там есть. Вот, опять мимо этого бассейна идем, кстати, в сторону раздевалки. Нет, это в какой-то я раздевалку упал. Что-то я перепутал, ходы и выходы. Ну, ладно, пойдем. Ну, что, накупались, напарились, там, развлеклись, теперь, танцы. Вечер, пойдем ужинать сейчас. Ну, ужина рано сегодня, и, как вчера, там, локар, просто, буфет, платим деньги, и, то, что лежит, набираю, сколько можешь есть. Разомлел я в бане. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Музыка тут крутит такую. Ладно, пойдем. Это уже вечереет, 9-й час. Здесь происходит и завтрак, и ужин, Мара Маргарита. Пойдем посмотрим. Гном сидит, прилетела птица в Моминго. Там, 20 часов только. Так что, не удалось нам, буфет попробовать. Идем в ресторан Вилмара. Гестап тут еще были. вот, меню. Ну, в принципе, тут, как бы, на одной странице, ну, тут что-то. Снаки, чесночные хлебцы, креветки, панировки, набор снегов, закуски, запеченный зеленый мидий, копченый лосось, цены не называю, если хотите, на паузу поставьте, суп, борщ из утки, сквасанный перенок, капусты. Вот, главное блюдо, я, короче, стейк, кустанца на гриле, беру, 20 евро стоит. Татьяна, запеченная утка, запеченная утка, с кускусом, под свеклом, тесту, брокколи, красный, винный соус, 18 евро. рекомендую вину. А я пиво хочу. И пиво выберешь. Вот. Вот такой тут интерьер. Здесь живая музыка, в определенные дни играет. Мы здесь, было, наверное, плохо сидели громко. Музыка играла. И зеркала, как я сказала. и окно, там снег. Ладно, все будем. Татьяна, она уже тут немножко разворошила. Три куска съела. Грудка. Кстати, прожарка такая, да, медиум. соус иный, свекомная писту, и брокколи. Не брокколи, а это цветная капуста. Не, брокколи, это брокколи. Вот, как на вкус? Ну, соус, да, нет. А утка? я еще не пробовал. Не пробовал, да? Ну, я же у тебя не буду пробовать, мне сама скажи, как-то. Утка с перьями. Ну, это хорошо, это значит, действительно, настоящая утка. Только позиция. Ну, ну, что это? Это земень, трава. Интересно, у меня рыба с перьями будет. Короче, с Татьяной Владимировной, он там пока говорится, выключил этот комплимент. Сначала не приносили, сказал, что в таком вон ресторане комплиментов нет. Принесли тоже вон намазку какую-то, и по две этих, вот, не горячую, нормально. Ну, конечно, не сами пекли, но все равно. Ну, я, я рыбу что-то. Так, у меня взял я, по рыбе сегодня пошел стейк из тунца. А какой там соус-то был? Сейчас я смотрю. Ну, во-первых, салат, овощи тушеные, морковь, паприка. Меня соус, соус интересует. Соус интересный. Такое чувство, что из тыквы сделал. Со специями. Я могу ошибаться, но или тыква перетертая. Какой-то овощ. Не, интересно. Вот я как, лодку пробовал. Ничего, нормально. Так, ну, сейчас я тоже буду пробовать. Ну, честно, хочу сказать, вчерашнее блюдо намного было вкуснее. Ну, оно другое, это утка, там свинина. Ну, как-то так настроился я тут. Не знаю, видно будет, не видно. Ну, за ваше здоровье, дорогие друзья и товарищи. вначале без комплиментов попробовал. Про соус я уже сказал. Леню я дал, там написано. Ты молодец, хотя бы пунца взял. Я думал, у тебя нормально будет. Да. Тунец не пережарен. Прямо не скажу, что врату, то это очень мягкий. Подходит к этому соусу, очень хорошо. Попреки. Сколько капли пущеного овощи, это морковка или паприка. Там еще зеленое, что-то. Лук. Вот эти при помощи членых овощей. Вкусно. Какой-то морской вкус. Преклышка. А то ли рыбным соусом чуть-чуть. В смысле, вот этот, который тайский, рыбный соус. Который не для рыбы, который из рыбы делают. Что это такое? Ну, да. Я забыл. Тут еще у меня лимон. Чтобы полить. Вот это будет, кстати, овощи тоже. Атмосферная какая-то розовая. Сейчас комплимент буду пробовать. еще раз повторяю, это ресторан Милмадо. Типа итальянская кухня. Находится на территории Той Лос-Па. С отверстием внутри. Типа вот это кукиля. Тоже что-то такое сметанное, да? Вчера хрен был. Ой, все влезет сейчас, да? Конечно. Да, похоже, да. Красивая тема. Вышли мы из ресторана. Ресторан Мио Мары. Поставили там 54 евро. Взяли по два пива, четыре пива и вот два блюда. Пиво по 4 евро, 16 евро. Одно блюдо 18, другое 20 евро. Вот тут это лобби. Эльфойе. Как это? Фотография тут. Жизнь и быт Эстонии. Картина такая. Так. Пришел последний день. Наши поездки в Тойло. Пришли на завтра. Тут больший зал. Там буфет не стал снимать. Руки заняты были. Второй раз не пойду далеко. Вот он там. А я взял, что тут? Сардельки. Там еще сосиски длинные были. Не хочу. Яйцо. Гриб, колбаски. Салат с крабов, наверное. И там другого не было. Луковые кольца жареные. А, холодец. Что он у меня со сладостями вместе? Холодец. Пирожное. Два пирожка. И кофе. Вот такой вот завтрак. Холостяцкий. У Татьяны там тоже. Говорит, я сардельки не ем. Вот вид на улицу. На какой-то резервуар. Жизнь дорожного цистерну сюда провязывали. Ну, теперь всего вам доброго. Всего хорошего. До новых встреч. Будем кушать. Приятного вам всем аппетита. Пока.